Жители Мегина-Кангалацкого района и части Якутска сегодня на два часа остались без света. Электроснабжение прервалось из-за технологического нарушения на Якутской ГРЭС-2. Из-за чего конкретно произошел сбой и каковы его последствия, расскажут наши корреспонденты. После крупной аварии в начале октября на станции ГРЭС-1, когда без электроэнергии остались более 300 тысяч человек, было решено ускорить работу по воду ГРЭС-2. 17 октября там были проведены комплексные испытания – четырех газотурбинных установок с котлами-утилизаторами по выдаче электрической и тепловой мощности в сеть Якутска. И спустя уже три недели в 10.24 утра на новой электростанции произошел первый сбой. Вследствие отключения компрессорного инструментального воздуха, которое связано в технологическом процессе подачи газа на эти установки. Соответственно, защитными машинами отключились, ну и автоматика частотная разгрузка сбалансировала нагрузку, которая есть в центральном норгорайоне. По автоматике отключился Мегино-Кангаланский район и часть центра города Якутска. Всего без света остались около 100 тысяч человек. На многих перекрестках Якутска не работали светофоры. В связи со сбоем электрической сети в городе Якутске на некоторых участках дорог не работали светофорные объекты. В связи с этим на 15 перекрестках улиц города Якутска инспекторами ДПС осуществлялось вручное регулирование. Но несмотря на это, за этот промежуток времени произошло три дорожно-транспортных происшествия, а именно столкновения, по которым будет в дальнейшем проводиться консервативное расследование. Оперативным персоналом регионального диспетчерского управления было произведено отключение трех линий для балансирования нагрузки и потребления. Для полного восстановления электроснабжения понадобилось три часа. Тем не менее, во время сбоя подача тепла производилась в полном объеме. Следует отметить, что якутская ГРЭС-2 еще не введена официально в эксплуатацию. Евгений Тайтонов, Андрей Секритов, НВК САХА, Якутск.